Деловой партнер Лобби Холла Окна Алекс Здравствуйте, Петр Владимирович! Здравствуйте! Насколько я знаю, компания Мегафон запустила формат 4G. Для многих это новинка. Давайте для начала в двух словах скажем вообще, что это такое. Да, действительно, с начала октября в Перми мы запустили сеть четвертого поколения 4G. Это высокоскоростной мобильный интернет. Насколько отличается 4G от 3G? Можете объяснить буквально на пальцах? Да, конечно, потому что 4G стандарт поддерживает возможность сейчас уже использовать в Перми до 50 мегабит в секунду. Тогда как 3G? Так как 3G это было 5-7, но это были максимальные. А если мы говорим о средней скорости в сети 3G, это 1-2 мегабита в секунду, то последние замеры, которые мы сделали в Перми в сетях 4G, это уже 20-30 мегабит в секунду средней скорости. То есть качественный рывок? В 10 раз как минимум в сетях 4G скорость интернета быстрее. Скажите, а насколько готово техническое оснащение? Достаточно ли большая территория в городе Перми, которая действительно может предоставлять такие услуги? На сегодняшний день уже большая часть Перми покрыта сетью 4-го поколения. То есть ориентировочно это где-то около 70% населения уже доступна сеть 4-го поколения. Развитие сети 4G это только начало для нас. Хорошие большие планы развития в Перми это и до конца этого года. И на следующий год у нас достаточно большие такие объемы инвестиций по развитию 4G в Перми. А что касается территории Пермского края? Есть, мы планируем и на сегодняшний день ведем расчет экономической целесообразности, технические и так далее расчеты и в других городах. То есть мы также вот сейчас готовимся и к развитию 4G в Чайковском, допустим, и делаем расчет в других городах. Скажите, а пользователям нужно что-то делать особенное для того, чтобы перейти, например, с 3G на 4G? Может быть, менять гаджет, который они имеют? Во-первых, для того, чтобы воспользоваться сетью четвертого поколения, необходима специальная сим-карта, U-SIM так называемая. Ее можно на сегодняшний день подключить или заменить свою старую сим-карту в любом салоне компании Мегафон. Кроме того, мы уже давно перешли на сим-карты, которые поддерживает четвертое поколение. Если абоненты подключались в этом году, то в принципе у них уже... Ничего делать им не нужно. Да, делать уже ничего не нужно. Надо просто взглянуть на свою сим-карту, если на ней есть 4G-надпись, то она уже поддерживает. Ее можно вставлять в устройства, в гаджеты, которые поддерживают сеть четвертого поколения и уже пользоваться этой сетью. А дорого стоит вот эта сим-карта или столько же, сколько обычная? Нет, она ничем не отличается. Все точно так же. Кроме того, я могу сказать, что и тарифные планы в сети 4G или в других сетях наших, они одинаковые абсолютно. То есть мощность и скорость трафика на цены, в общем, не влияют? Никак не влияет, да. То есть если кто-то думает, что сеть четвертого поколения – это очень дорого, там, и так далее, то нет. Абсолютно цена будет действовать та же самая, одинаковая. Ну давайте для ориентировки назовем пару цифр, например, сколько обойдется среднему рядовому пользователю в месяц пользования этой услугой. У нас достаточно широкая тарифная линейка, вот, и мы предлагаем разный интернет в зависимости от потребностей, скажем так, абонента. Но вот все эти четвертого поколения все-таки это более высокоскоростная сеть, и она подразумевает использование тяжелого контента. То есть это и смотреть онлайн, там, телевидение, это и скачивать тяжелые, там, файлы, фильмы, музыку. Вот, поэтому здесь самые популярные тарифные планы – это интернет XL, вот, которая стоимость этого интернета 1190 рублей, 25 гигабайт в месяц дневного трафика. Ночной трафик, он абсолютно бесплатный и не лимитируется. Ходят слухи, что первым пользователем 4G в городе Перми стал известный кинорежиссер, президент Международного кинофестиваля «Флэртиана» Павел Печенкин. Это правда? Совершенно верно. А почему был избран именно этот человек? Я, конечно, рад, что у нас режиссеры такие продвинутые. Смотрите, у нас есть такая добрая традиция хорошая, в городах, где мы запускаем все четвертого поколения, делать почетным первым абонентом какого-то известного человека в этом городе, который внес какой-то существенный вклад в жизнь города. Нам очень тоже приятно, что вот в Перми Павел Печенкин достаточно известный человек, и мы были рады пригласить этого человека и сделать его первым почетным абонентом. Петр Владимирович, а много людей идет в салоны компании «Мегафон» и подключают 4G? Вы ощущаете интерес потребителей? Да, конечно. Несмотря на то, что мы запустили сеть, там еще массово не заработала реклама, еще многие люди не знают. Тем не менее, мы уже видим, даже в первые дни, когда мы запустили сеть, за первые выходные было подключено в районе уже 300 человек сразу, практически. Вот, и сейчас мы видим динамику, отслеживаем подключение, и динамика очень такая впечатляющая, и то есть это доказывает то, что все-таки услуга очень востребована, и люди пробуют, им это нравится. У нас даже есть случаи, когда человек пришел, узнал в салоне, подключился, и буквально через несколько часов приходит, говорит, да, действительно все работает, все хорошо, и что у вас еще есть, какой гаджет и так далее. То есть они уже готовы и к 5G, и к 6G? Да. А что вы отвечаете таким клиентам, вот как тот, про которого вы рассказали? У вас есть какие-то действительно наиболее продвинутые гаджеты? На сегодняшний день самыми популярными устройствами являются это модем и Wi-Fi роутер. Модемы мы уже все привыкли, модемы уже 4G, которые поддерживают сеть, они уже есть во всех салонах компании Megafon. И еще один очень хороший интересный гаджет, потому что они все на сегодняшний день готовы поменять их сразу на телефоны, которые поддерживают 4G, это Wi-Fi роутер. В принципе, это устройство, которое вставляется также с сим-карты 4G, он принимает сигнал. И адаптирует. Да, с 4G, и адаптирует это Wi-Fi сигнал, который, в принципе, доступен в любом устройстве. Ну что ж, очень полезно. Да, то есть я вот сам, допустим, использую, потому что я сейчас не готов поменять свой телефон и планшет, и вот такой вот очень простой, легкий, маленький гаджет, который у меня вот в кармане, и я посредством пользуюсь 4G, и у меня все, и там, и телефон, и планшет по Wi-Fi. Давайте теперь перейдем от мобильного интернета к другим направлениям сотовой связи. Например, очень много ходит разговоров о возможности для абонентов сохранять свой собственный привычный номер при переходе к другому оператору. Расскажите, пожалуйста, готовы ли вы оказывать такую услугу, как она заработает, будет ли некий переходный период? Да, эта услуга будет доступна с 1 декабря 2013 года, вот, однако, так как эта услуга, она достаточно новая и требует, ну, очень больших технических решений, поэтому на тестирование между всеми операторами на рынке, которые сегодня работают, займет, наверное, еще какое-то время. Для того, чтобы услуга действительно была качественной, быстрой, скажем так, то, ну, наверное, еще какое-то время необходимо будет для нормального тестирования данной услуги. А по вашим прогнозам много людей захочет воспользоваться этой услугой? На сегодняшний день все, значит, делают различные прогнозы, и операторы делают свои прогнозы, и, там, СМИ делают свои какие-то прогнозы. Да, достаточно большое количество людей, там, готовые будут воспользоваться этой услугой. Практика показывает, там, вот, мировой опыт, где уже внедрена эта МНП, что, в принципе, ну, она меньше, чем в реальности. То есть, сегодня по опросу больше людей, там, высказывают свое мнение. То есть, больше декларируют, нежели в реальности. Да, нежели, чем действительно, реально, там, будут как-то менять. Ну, так или иначе, для сотовых операторов, для компаний это связано с некими затратами. У вас нет желания переложить хотя бы часть этих затрат на потребителей? Не ожидать ли нам в связи с этим какого-нибудь роста тарифов с 1 декабря? Нет, конечно же, нет. Потому что на сегодняшний день операторы, наоборот, мы заинтересованы, чтобы к нам приходило больше абонентов. Вот, и наши опросы здесь и исследования показывают, что мы как раз очень хороших результатов от МНП ожидаем здесь в Перми. Не могу не поговорить с вами, как с экспертом, о таком явлении, как СМС-спам. Ну, все мы, наверное, получаем предложения от таксомоторных компаний, от продавцов, там, чего угодно. При этом совершенно неизвестно, где они берут наши мобильные номера, почему они ими пользуются. Скажите, на уровне сотовых операторов есть ли возможность бороться с этим спамом? И предпринимаете ли вы какие-то шаги в этом направлении? СМС-спам в последнее время уже, ну, постоянно на слуху, и мы все являемся абонентами, даже я тот же самый абонент, который тоже получает тот же самый СМС-спам. Наша компания предпринимает ряд мероприятий. Мы ввели новую платформу, которая позволяет анализировать СМС-сообщения и гасить вовремя вот различные несанкционированные СМС-рассылки, спам и так далее. А как быть рядовому пользователю, которого просто достал этот спам, что ему нужно делать в рамках закона или там, следуя вашему совету? Ну вот на сегодняшний день, то есть наша платформа, которая вот анализирует вот эти вот всплески и так далее, СМС-рассылки, на нее также могут и влиять и простые абоненты. Достаточно сбросить сообщение, значит, на номер 1911, либо позвонить наш колл-центр, вот, и сообщить о том СМС-спаме, который к вам приходит на телефон. Все эти данные будут сохранены на нашей платформе, вот, проанализированы. Если действительно это СМС-спам, то они будут в дальнейшем там как-то блокироваться. Петр Владимирович, есть такое ощущение, что потребители иногда не успевают бежать в ногу с прогрессом. То есть еще недавно мы услышали о том, что существует 3G, только начали к нему привыкать, и вот уже 4G. А что будет дальше? Зачем нужно такое ускорение? Прогресс не успевает за абонентом, за истремлением. То есть это требование потребителей? Да, то есть 4G это как раз требование на сегодняшний день рынка, потому что за последние 3 года интернет-трафик мобильный вырос в 16 раз. За последние только 3 года. И как раз вот подошли к тому, что сети третьего поколения, они уже очень загружены, трафик растет, а технический ресурс, он все равно ограничен. И в сетях третьего поколения уже трудно добиться тех технических параметров, тех требуемых скоростей, которые сегодня уже необходимы на рынке. А что будет дальше? Вы наверняка заглядываете в будущее. Что будет дальше, это как раз 4G. То есть наступает именно эта эра, и сейчас активно будет развиваться везде это 4G. В течение нескольких лет? Да, однозначно. А по вашим наблюдениям, насколько российские операторы, российский рынок мобильной связи отстает от западного, либо мы находимся примерно на одном уровне? Мы стремимся и за последние 5 лет проанализировать запуск тех же сетей третьего поколения, когда запускался в Европе, когда в России, то Россия очень существенно сокращает этот разрыв. И практически, я думаю, еще в ближайшие несколько лет мы практически выровняемся, ничем не будем отличаться и уж точно не будем отставающих от той же Европы и так далее. Пермское отделение компании «Мегафон» является составной частью огромного федерального холдинга. Вы наверняка ознакомитесь с опытом коллег в других регионах. По вашим наблюдениям, пермские потребители, пермский рынок сотовой связи каким-то образом отличаются от других или нет? Кардинально нет. То есть ситуация примерно везде одинаковая. И про те же параметры, скачиваемого интернет-трафика, то есть он практически везде одинаковый. То есть в сетях третьего поколения примерно приходится полтора гигабайта трафика скачиваемого, средний. Общаясь с коллегами уже в других городах, где запущена сеть четвертого поколения, то там статистика показывает, что уже на один абонент выкачивает примерно уже 20 гигабайт. Итак, 4G – сеть нового поколения. Мы понимаем, что это самое передовое, что есть на сегодняшний день. А какие есть еще фишки, особенности компании «Мегафон», которые отличают вас от конкурентов? Вы знаете, вот когда мы проводили опрос в преддверии, скажем так, ведения услуги, сохранения номера, то вот абоненты наши или не наши абоненты, которые на сегодняшний день отвечали на эти опросы, то отмечали, почему бы они, допустим, перешли бы на «Мегафон». Это хорошее качество, приемлемые тарифы. Ну и, конечно же, главным образом отвечали о том, что в «Мегафоне» самый быстрый интернет. Ну что ж, большое вам спасибо за интересную и полезную беседу. И желаю вам хороших, активных пользователей. Спасибо. С вами был Петр Козловский, директор пермского отделения уральского фериала компании «Мегафон». И я, Валерий Мазанов. Это Лобби Холл. Смотрите нас по вторникам и четвергам. Будет интересно.